добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торы глава карах интересно что коины получают дары которые мы даем им и таких 24 дара вот 10 даров которые коины могут употребить в пищу только находясь во дворе храма это части животного от жертвы хатат то есть жертва грехоочистительная которую человек приносит если он совершил ошибку человек сделал ошибку если это царь он приносит козу если это кто-то из народа он приносит или царь козла кто-то из народа приносит козу вот так и в данном случае коины обязаны есть эти жертвы на территории храма дарвара невзирая на то что это мясо не вкусное козел не очень приятное мясо но необходимо что касается части птицы от жертвы хатат трудно сказать я не знаю ответ на этот вопрос пишут наши мудрецы что вот части птицы но те голуби которых которых мы читаем в торе читаем в книге вайкра и в случае грехочистительной жертвы он сжигается целиком поэтому трудно сказать ответа я не знаю жертва повинная а шам то есть есть жертва грехочистительные и жертвы повинные для этих жертв один закон они вторе отличаются как это работает то есть если жертва грехочистительная берет коин обмазывает кровью рога жертвенника и после этого коины это едят на территории храмового двора это жертва высокой святости они едят ее до полуночи все что касается повинной жертвы то и кровью окропляется жертвник со всех сторон уже по-другому и интересно что жировые части в случае жертвы грехочистительной сжигается все и отделяется грудно-прешная преграда от печени и сжигается а вот жертве повинной сжигается с частью печени грудно-прешная преграда сжигается с частью печени вот и в данном случае можно овцу принести вот это повинная жертва тоже есть что на территории храмового двора. Жертва это высокой святости. Потом у нас есть жертва приносимая в случае сомнения в совершении провинности. Ашам Талуй. Вот в данном случае тот же закон что и при жертве повинной, но человек сомневается нужно ему приносить совершил ли этот грех. Он советуется с коином и он ему говорит что делать в таком случае. Вот это жертва. Часть общинной жертвы Шламим приносимой на Шавуот. То есть это не индивидуальная мирная жертва, а от всего общества. Он приносит праве Шавуот. Мирная жертва Шламим. И коины должны части этой жертвы есть. Но только на территории храмового двора. Остаток лога масла, которым пользуются для очищения от сараат. От проказы. То есть там используется масло. Вот остаток этого масла коины имеют право есть только на территории храмового двора. Два хлеба приносимые в жертву на Шавуот. То есть мы знаем что никакой квасной хлеб мы не можем приносить на жертву. Но Шавуот мы приносим два квасных хлеба в храм и его коины едят на жертву. Он не возносится. Вот эти два хлеба коины едят. И только естественно на территории храмового двора. Хлебы предложения. То есть каждую пятницу коины ставят на стол слеба предложения. Двенадцать хлебов. Каждый по два мера. Это огромные хлебы. И как их спекли. Это другой вопрос. Это очень сложная вещь. Пишется что это были опресноки. Так Рабы Сахзильберг говорит, что они были как маца. То есть не могут они быть хамецом. Как их сделали такой большой хлеб и он является мацой я не знаю. Но вот такие у нас были двенадцать хлебов. Они были теплые. От одного шабата до другого. И потом коины которые приходили на смену. И те коины которые уходили со смены делили между собой эти хлебы. И тут написано что их ели на территории храмового двора. Остаток принесенной в жертву муки. То есть есть же у нас жертва всесожжения. Она сжигается полностью кое он ничего с нее не ест. Только шкура ему достается. А вот мука. Он берет только горсть муки вместе с ливоной. То есть берет смолу ароматную. Это сок фруктовых деревьев застывший. Берет тремя пальцев зачерпывает эту муку. И берет с этим кусочком этой смолы и сжигает. А остальную муку коин может есть только на территории храмового двора. И остаток жертвы амер. То есть у нас есть амер. Когда мы его приносим во второй день Песоха. И с этого дня мы имеем право есть урожай. Вечменя. Новый урожай. Вот остаток этой жертвы коины едят. Теперь. Четыре дара коин может использовать в пределах Херусалима. Все первенцы самцы коршерных домашних животных должны быть отданы коину. Который сжигает на жертвники часть внутренних органов. А мясо употребляет в пищу и сохраняет его если у животного были дефекты. В общем первенцы животного они не наши. Родился у нашего домашнего скота первенец. Мы должны его отдать в храм. Мы приносим. Мы их есть не имеем права есть. А коины их едят. Это в пределах Херусалима они обязаны этой жертвы есть. Вот так вот. Первые плоды. Бекурим. Вот эти плоды самые лучшие. Которые первые созревают. Мы приносим в храм и даем коинами. Они их едят. Но только в пределах Херусалима. Часть и благодарственные жертвы. И барана который приносит назир. Это тоже в пределах Херусалима коины едят. Шкура всех жертвоприношений. Шкура всех жертвоприношений достается коинам. И эту шкуру он может использовать только в пределах Херусалима. Теперь где у нас есть дары которые коины могут использовать в любом городе Ирецисраэль. Трума. Доля от урожая каждого еврея. Значит мы отделяем труму и отдаем коину. Сколько это? Ну в среднем это полтора процента от урожая. Потом мы отдаем левиту десятую часть. Десятину от урожая. И третья у нас хала. Часть теста. То есть когда мы печем хлеб, мы отделяем кусочек теста. И это хала для коина. Когда у нас есть коина, есть храм, мы отдаем это коинам. На сегодняшний день мы сжигаем эту халу. Потом у нас есть первая шерсть от стрижки. Трижки овец. Мы первую шерсть отдаем коинам тоже. Лопатка, челюсть и желудок от любого зарезанного животного. Отдайся, если оно не было принесено в жертву. Так написано. В общем, так мы поступали в пустыне. Нужно было отдать. Потому что все животные, которых мы резали, если мы их хотим есть в пустыне, обязательно должны проходить через храм. То есть обычно нам это не нужно. Если это жертвы, мы их приносим только в храме. Если мы хотим просто есть мясо, Тора пишет, где угодно можешь резать, есть мясо, только крови не ешь, где бы вы не жили. Не так в праздник Суккот написано, что каждый житель страны в Израиле должен жить в Суке. Это обязанность по Торе. То есть то, что люди выполняют за Сука уже за пределами страны, это уже постановление мудрецов, которое тоже так же строго выполняется. Так, теперь деньги за выкуп сына первенца. Это принадлежит коину. 5 шекелей серебряных человек должен уплатить коину за то, что он выкупает первенца. Сколько это на сегодняшний день? Есть разное мнение, что это есть 96 грамм серебра. Другие считают, что это 36 грамм серебра. И коин знает специальные молитвы и выкупает первенцев. Это может быть только мальчик, который открыл утробу матери. Если перед этим было кесарево сечение, или был выкидыш, это все узнается у раввина, как поступает в таком случае. Деньги за выкуп первенца осла. То есть, животные такие, как быковца и коза, первенец этих животных только приносится в храм. Приносится на жертвник. Что касается жертвника, то некошерное животное не может быть принесено. И первенец осла должен быть выкуплен. Его надо заменить на ягненка. Должен отдать ягненка, только тогда этот первенец осла будет твоим. Если ты это не захочешь делать, то суд решит, и твоего осла придется умертвить. Такой удивительный закон, но вот так он работает. Что касается первенца животного, как сегодня поступить? Если у человека есть животное, и родился теленок, или козленок, или баранчик, ягненок, мужского пола, как поступить? Храма нет, коина отдать не можем. Что делать? Безвыходная ситуация. Использовать не можем, продать не можем, ничего не можем. Раб Бен Цензибер интересно говорит. Говорит, что обязательно должен быть у человека, у которого сельское хозяйство, есть его компаньон нееврей, и по договору все животные, которые родились первыми, принадлежат ему. Он что хочет, то он и делает. У него закон первенцев не является таким, как для нас, и он имеет право его продать. Мы можем у него купить, тогда это животное не будет первенцем. Вот так. Так. Поле, посвященное храму и не выкупленное владельцем в отведенное время. То есть, если человек не выкупил поле, которое он посвятил храму, оно достается, коину храму достается. Там решает, кому достается. Но уже коины получает-то поле. Поле, посвященное, как херем, собственность коина. Тоже закон такой удивительный, но так работает. И последнее, десятое, собственность, украденная и возвращенная вором после смерти первого человека, если у того не осталось наследников. то есть, человек хочет вернуть то, что он украл, но уже этого человека нет, он же умер в это время и у него нет наследников, то это достается коинам. Вот такой тоже удивительный закон, так он работает. В принципе, мы сегодня уже так прошли все эти 24 дара, которые еврей должен отделять для коинов. Урок был дан за поднятие души моего папы Яков бен Ахум, моего дяди Владимира бен Григорий, моего брата Павел бен Ефим, Хая Малка бот Йосиф, Мир бот Аврагам, Роза бот Михаэль, Самуил бен Герш, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бот Клара, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Полина Перв бот Соня Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Двойра бот Мириам, Моисей бен Ева, Ирина бот Войра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берта, Евгения бот Ита, Фира бот Анна, Геннадий бен Елена, Вадим бен Татьяна, Леор бен Клара, Юлия бот Белла, Мазл Барансас Гула, Ирина бот Ури, Аарона Ри бен Ури, за хорошую духу Аарона Ри бен Двойра, Денис бен Ахум, Авигайл бот Саров. Всем всего самого лучшего, Ходы Штов, до следующих встреч, надеюсь, это будет завтра, блин Эдер.